программа большое интервью сегодня у нас совершенно необычный выпуск потому что мы выбрались из привычных нам декораций и находимся в саду шевченко с игорем тереховым очень рад вас видеть это первое ваше интервью нам здравствуйте как у вас у меня в общем-то не каждый день выпадает оказив такие сложные к видны и времена прогуляться по центру города тем более с человеком фактический город возглавляющим а насколько часто вы выбираетесь можете себе позволить сожалению очень редко вот в основном выходные дни недавно был на площади возле катка локдаун внес свои коррективы в жизнь в жизни только мою но и всего города приходится к сожалению больше бывать или в кабинете или на стройках которые мы планируем сделать в городе харькове ну а прогуляться по саду шевченко это за счастье сегодня здесь произошла реконструкция на мой взгляд очень хорошая реконструкция вот я хочу понять честную вашу позицию именно в этом вопросе потому что так или иначе на постсоветском пространстве именно от вкуса в том числе художественного человека который возглавляет город многое зависит ну уж само собой понятно как этот город выглядит вот это все то есть это такие пасторальные лужайки по которым нельзя ходить нельзя сидеть и так далее вот это то что нравилось геннадий адольфович это его вкус вам это действительно нравится мы обсуждали всегда все реконструкции вместе про спорили порой конечно уступали друг другу в определенных решениях или настаивали на определенных решениях но то что сегодня здесь сделано да она мне нравится это во-первых во вторых это процесс обсуждения и процесс обсуждения затягивался могу вам сказать по в том числе саду шевченко не один год мы обсуждали с саду шевченко не один год мы вырабатывали концепцию именно сада шевченко почему потому что это довольно сложный проект не сложный в плане реализации а сложный в плане мировоззрения мы хотели максимально сохранить все что здесь было и философию сада если вы посмотрите пара горького тут пара горького совершенно другой там созданы локации в совершенно для всех возрастных категорий здесь все было совершенно по-другому здесь мы работали над концепцией сада обсуждали очень многие вопросы что-то нравилось мне что-то нравилось геннадий адольфович порой понимали друг друга порой не понимали друг друга но в целом получился сад красивый хороший ухоженный ухоженный спорю чистый не спорю вопрос той самая философия которая горит в сад приходят люди отдохнуть здесь вот я скажу честно я очень люблю это место но в последнее время после реконструкции его пробегаю с наушниками как можно быстрее потому что вот вот мы уже прошли через там мимо двух-трех динамика здесь постоянная музыка фоновая как в компьютерной игре 90-х годов ну я понимаю это дело моего исключительно кому-то нравится кому-то не нравится я помню еще когда мэром города харькова был михаил дмитрий пилипчук вот этот вот яр который был туда постоянно стекалась вода он постоянно разрушался всегда брались какие-то вопросы чтобы сделать чтобы не было туда стоков чтобы он не разрушался не обрушался и так далее и конечно сегодня то что мы сделали здесь целый каскад озер вот это очень здорово и харьковчанам это полюбилось место мы смотрели как это обыграть мы смотрели как сделать эти гранитные ступени как сделать там чтобы был не один гранитный мешок а чтобы была зелень проект красивый хорошая и харьковчанам нравится он завершён сад шевченко завершён окончательную точку поставят открытие зоопарка вот да есть локации которые но это связано с кафе которые принадлежат частникам которые были выкуплены еще до того как мы приступили к реконструкции сада шевченко вот они закончат буквально там два кафе больше здесь никаких торговых точек не будет к сожалению не получится нас разглядеть внимательно потому что по случаю зимы памятник укрыт от непогоды и морозов но я думаю что все его прекрасно помнят вы разумеется тоже вопросы вкуса мне он не нравится до сих пор непонятно как он появился кто его архитектор откуда возникла эта идея я бы не был столь категоричен я уверен что в том числе вы измените свое мнение когда увидите в комплексе этот фонтан зоопарком можно по-разному относиться к этому фонтану но на мой взгляд идея очень хорошая на мой взгляд он впишется динамично в ансамбль зоопарка и будет фонтаном который должен стоять возле входа в зоопарк а вот как на ваш взгляд обсуждать такого рода вопросы с чем-то новым новыми объектами в центре города должны мэр с его заместителем или несколько более широкий круг от того насколько есть вкус и способность мыслить глобально в том числе и с точки зрения архитектуры с точки зрения развития у человека который возглавляет город такой город и становится кому-то может нравится кому-то не нравится давайте увидим ту перспективу которая будет естественно что главный архитектор города архитектуры архитекторы в целом они конечно должны принимать участие в обсуждении и у нас всегда так было что да да чего-то договорились потом обсуждаем вместе с архитекторами и потом уже принимаем это решение а громада как то кажут представители общественности широкое обсуждение должно быть но она не должно затянуться потому что любой вопрос можно так затянуть так замылить так выслушать и одну сторону и 2 вот вам допустим фонтан не нравится а кому-то этот фонтан нравится обсуждение но принятие решения все-таки остается за городскими властями да я не претендую это большое интервью с Игорем Кереховым а мы переходим к вопросам куда более серьезным но не менее важным для нашего города и условно политическим хотя говорят что горсовет и политика это все-таки разные вещи но давайте признаем что политики там по крайней мере на данный момент хватает вы оказались в очень странной наверное в очень сложной ситуации поскольку вы де-факто глава города хотя харьковчане выбирали другого городского голову вы опираетесь на политическую силу которую тоже формировали не вы есть вопросы связанные так или иначе с процедурой принятия всех этих решений насколько уверенно вы себя чувствуете в своем нынешнем положении и насколько для вас закрыт или открыт ну такой условный вопрос легитимности я опираюсь на наш депутатский корпус который формировался мной и геннадий адольфовичем формировался тяжело мы проводили не один месяц когда утверждали эти списки потому что к нам приходило очень много людей в самом начале лета формировали первый список хотели участвовать только в городских выборах мы не хотели участвовать в областных выборах мы хотели быть представлены в городе харькове и в городе харькове формировали такой список и к нам начали приходить люди и говорить возьмите меня в список возьмите меня список мы смотрели присматривались каждому и много раз этот список видоизменялся конечно вдруг пришли люди из лозовой как сейчас помню и говорят а вы можете нас взять список мы хотим по лозовой пройти в районы совета хотим баллотироваться от вашей политической силы в областной совет нас было удивление и мы когда обсуждали с геннадий адольфовичем говорит слушай вот не могу как-то прочувствовать этот момент давай наверно может социологию сделаем что мы вообще там в лозовой набираем и мы сделали замер и на наше удивление без любой рекламы мы набирали в лозовой 11 процентов но это ж только вообще старт начала лета мы ничем вообще даже не думая по области давай наверно мы сформировать списке идти в областной совет почему потому что будешь намного интереснее намного легче и в области и в городе создадим четкую вертикаль будем представлены в областном совете и тогда мы начали набирать второй список в областной совет сказать что я не опираюсь я опираюсь конечно на наш депутатский корпус у нас очень монолитный депутатский корпус вы знаете у нас очень дружная фракция и эта фракция поддерживает меня поддерживая все мои начинания я считаю это базовым и абсолютно нормально к этому отношусь то что касается политики я очень хотел бы чтобы в харьковском гурсовете не было политики в горсовете должны решаться не политические моменты а должны решаться городские программы должно решаться как идти городу как развиваться городу харькова должен формироваться бюджет должна уделяться внимания здравоохранение жилище-коммунальном хозяйстве должны уделяться вопросы транспортной инфраструктуры должны создаваться новые проекты этим должны Должны заниматься именно в городском совете. А когда в городской совет приносят политику, то ничего хорошего из этого не получается. Поэтому на сессии городского совета я и попросил всех депутатов, независимо от того, какую политическую силу они представляют, прежде всего думать о городе Харькове, о развитии города Харькова, о сохранении традиций, которые существуют в городе Харькове и о самих харьковчанах. К вопросу документов с электронной подписью Кернеса, которые послужили основанием для ряда процедурных решений, проходили ли они достаточную проверку, спокойны ли вы сейчас, в тот момент, когда все эти проверки требуют? Я хочу присоединиться к тем, кто требует эту проверку. Мы абсолютно нормально к этому относимся. Все абсолютно сделано по закону, все абсолютно легитимно. Кто, как не я, первый заинтересован в том, чтобы эта проверка прошла, чтобы были сданы компетентными органами выводы. И я абсолютно уверен, что когда закончится эта проверка, то те люди, которые инициировали эту проверку, они должны извиниться будут перед всеми и сказать о том, что они были неправы. Согласно закону, вы подали письмо в Верховную Раду Украины с просьбой назначить новый выбор Харьковского городского головы. С кем из политологов мне бы не приходилось эту тему обсуждать? Все сходятся, что скорого решения не будет. И кандидатура нынешняя, то есть ваша кандидатура, то есть, грубо говоря, сложившийся статус-кво, устраивает, условно говоря, всех больших игроков. На ваш взгляд, когда состоятся выборы? 31 декабря я подписал соответствующее обращение, так как это было предписано по закону, в Верховный Совет о том, чтобы назначить новые выборы. Это компетенция Верховного Совета. Когда они назначат эти выборы, тогда мы пойдем на эти выборы. Любые вопросы, любые инсинуации вокруг этого, я думаю, что не стоит вообще даже обсуждать. Они недостойны сегодня этого внимания. Наша основная задача делать так, чтобы люди не почувствовали никакой разницы. Когда выходят из своих квартир, из домов на улицу, понимали, что они живут в уютном, комфортном городе Харькове, что для них ничего не поменялось в связи с тем, что, к сожалению, не стало Геннадия Адольфовича. И чтобы люди понимали, что городская власть о них заботится. И чтобы люди понимали, что они живут в нормальных условиях, в чистом, ухоженном городе Харькове. Опять же, политологи говорят, что не только Верховный Совет, но игроки, скажем так, не входящие в парламентский круг, участвуют в этом всем. Не знаю, насколько это правда, но вроде бы как есть группы влияния, которые заинтересованы в том, чтобы в Харькове не было выборов как можно дольше, или чтобы это были выборы с предсказуемым финалом. То есть, с вами как победителем, прежде всего, называют среди, ну их много достаточно, но в числе прочих, называют, скажем, среди таких людей Арсена Авакова. Вас даже называют человеком Авакова, если вы не слышите. Опа, да. Почему меня называют человеком Авакова, а не человеком Кернеса? Или меня можно назвать человеком и Шумилкина, и Пилипчука, и Кернеса, и Авакова. Я работал с ними со всеми. С Арсеном Борисовичем я проработал пять лет, когда он возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию. И Харьковская область в такие нелегкие времена была одной из лидирующих областей в то время во всей Украине. И очень много было сделано. Да, я работал у него заместителем, да, я курировал социальные вопросы, взаимодействие со средствами массовой информации. Я проработал пять лет. Но в то же время десять лет я проработал с Геннадием Адольфовичем. За каденцию, которую Геннадий Адольфович был еще секретарем Харьковского городского совета, потом Харьковским городским головой, мы очень много сделали. И поэтому меня можно называть как угодно и привязывать кому угодно. Я работал с многими руководителями и считаю Геннадия Адольфовича Кернеса самым успешным мэром, который был в городе Харьков. И ту команду, которую мы сформировали, блок Кернеса успешный Харьков, она же показала результат благодаря чему? Благодаря тому, что Геннадий Адольфович титанически вместе со своей командой работал. Я работал над благоустройством города Харькова, над различными инфраструктурными проектами. Можно говорить, человек этого, человек этого, человек этого. Это все политические технологии. И я понимаю, кому это выгодно сегодня. Это все прекрасно понимают. Ну, говорить можно все, что угодно. Как на самом деле, я вам сказал. А вы говорите о политике, нет в Горсовете. Есть? Это же не в Горсовете, это же вокруг нее. Вот в Горсовете не надо политику. Вы будете все-таки несколько отличаться по своему стилю общения и управления Горсоветом от Геннадия Адольфовича. То есть, это не будет настолько жестко, да, вот как это было в предыдущие годы. В этой связи возникает вопрос, а как вы собираетесь договариваться? И о чем? Вот где эти красные линии предела договариваться с теми фракциями, которые входят в Горсоветы? Десять лет. Мы очень тесно, очень плотно общались друг с другом. Мало того, мы были друзьями. Понятное дело, что я могу где-то и повторять тот стиль, который между нами уже тогда сложился. И эти годы все. Но у каждого человека есть свой стиль, у каждого человека есть свой характер, у каждого человека есть момент принятия решения и понимание, как он будет руководить тем или иным процессом. У меня стиль один, у Геннадия Дольфовича был другой стиль. То, что касается депутатского корпуса, да, у нас нет монобольшинства. Но у нас есть сегодня взаимопонимание фактически со всеми фракциями, конструктивно настроенными, которые представлены в Харьковском Горсовете, о том, как дальше должен развиваться город Харьков. И в момент принятия бюджета вы увидели, что бюджет был принят. И в момент принятия регламента вы увидели, что регламент был принят. Да, есть определенные депутаты, которым это не нравится. Но в конце концов за нас, тех депутатов, которые приняли бюджет и приняли регламент, проголосовало намного больше избирателей, харьковчан, чем за тех, которые оказались в меньшинстве. Да, у нас существует демократия, но именно демократия говорит о том, что меньшинство подчиняется большинству. Мы находим разумный компромисс. А разумный компромисс – это прежде всего интересы города Харькова, и это прежде всего интересы харьковчан. Это совсем уникальная оказия попасть в еще не достроенный до конца зоопарк. Я вместе, так сказать, примазался с Игорем Тереховым. Спасибо за такую возможность. Давайте поговорим и об этом имиджевом проекте в том числе. Я боюсь ошибиться в формулировке, но постараюсь передать общую тональность одного из ваших первых заявлений. Вы говорили о том, что будет некий разворот от имиджевых проектов в сторону инфраструктуры. Тем не менее, решение последней сессии в бюджет на следующий год заложено на достройку зоопарка 175, если не ошибаюсь, миллионов гривен. Все-таки ваша позиция в отношении и этого объекта в том числе? Этот объект для города уникален. Если говорить вообще о всех городах, крупных городах, европейских столицах, то каждый из этих городов имеет зоопарк. Я объездил фактически все зоопарки Европы, когда мы готовили проект этого зоопарка. Наш зоопарк, он уникален. Мы взяли все самое лучшее со всех европейских зоопарков. Он будет одной из визитных карточек города Харькова. Такой же, как парк Горького. Такой же, как зеркальная струя. Такой же, как сад Шевченко, который мы прошли. Вот вы говорите имиджевый проект, а я его считаю все-таки инфраструктурным проектом. Потому что любой инфраструктурный проект дает мощный импульс развития, развития города. Сюда будут приезжать люди из Харьковской области, из других городов. И когда мы построили парк Горького, многие тоже скептически относились и критиковали нас. Зачем вы строите парк Горького? Для чего это нужно? Вы вкладываете туда баснословные деньги? Мы слушали эту критику. Но когда мы построили парк Горького, и тогда еще были хорошие отношения с Российской Федерацией, то начиная от Белгорода, Курск, Тула, всегда приезжали в парк Горького, отдыхали. Они приезжали на несколько дней, они здесь покупали. Развивался туризм у нас в городе, развивались многие предпринимательства, торговля. Люди жили в гостиницах. Сегодня изменилась политическая ситуация. Сегодня у нас ужасное отношение с Российской Федерацией. Но сегодня начался внутренний туризм. И это тоже хорошо. И приезжают из других городов, приезжают в парк Горького, отдыхают. Когда мы построим зоопарк, а такого зоопарка нет в Украине, и каждый европейский город сегодня может похвастаться таким зоопарком, сюда будут приезжать очень много людей из других городов, из других стран будут приезжать, смотреть на этот уникальный объект. Поэтому нельзя сказать, что это имиджевый проект. Это такой симбиоз и имиджевого проекта города Харькова, и инфраструктурного проекта. Но вход, насколько я помню, озвучивался бесплатный. Где же тогда прибыль? Различные проекты имеют различный эффект, в том числе мультипликативный эффект. Так вот, когда в город Харьков будут приезжать туристы, когда наши дети будут бесплатно ходить, когда будут приезжать люди, то город Харьков будет одним из туристических центров. В город Харьков будут приезжать люди и тратить здесь свои деньги. Да, они не будут тратить деньги при входе в зоопарк, но они будут тратить деньги в городе. И это очень важно. Здесь уже сотни миллионов, а может даже и миллиарды, да? Вот, если я не ошибаюсь. Ну, на счет миллиардов нет? Совокупный бюджет. То есть это все равно достаточно много. И всегда возникают вопросы, почему именно сюда, почему не на больницы, на школы, на все, что угодно, что требует не меньших, как минимум, вложений. Вы правы в одном. Грамотный руководитель города всегда находит баланс. Баланс бюджета. И мы тратим деньги сюда, мы тратим деньги на дороги, мы тратим деньги на школы, и мы тратим деньги, конечно, на больницы. Мы находим баланс, баланс бюджета, баланс действительно того, куда нужно сегодня тратить деньги, для того, чтобы город в целом развивался. А город должен развиваться динамично, не только в одном направлении, а должен развиваться во многих направлениях. Прекрасный кейс сотрудничества, это велодвижение, да? И то, что благодаря, в общем-то, активности наших велосипедистов в итоге в Харькове появляются всем нужные объекты, да? Я об этом говорю. Это хороший пример, но есть сфера, куда попасть, ну, не знаю, вот ЖКХ, например, тот же, да? Вот туда попасть общественным организациям, для того, чтобы что-то там провести, какой-то там контроль или предложить что-то сложно. На самом деле у нас есть ОСМД, на самом деле у нас есть очень много предприятий, которые хотят стать управляющими компаниями и руководить тем или иным объектом жилищно-коммунального хозяйства, в частности, жилыми домами. Сегодня мы ведем очень активную работу со всеми ОСМД, управляющими компаниями. Наше жилищно-коммунальное хозяйство, конечно, нужно реформировать. Но реформировать его нужно с пониманием дела. Раз. Видя стратегическую цель реформирования, а стратегическая цель – это предоставление качественных услуг. Но в то же время можно предоставить любую качественную услугу, но цена на нее какой будет. Ведь существуют частные ЖЭКи, и они могут сегодня установить такой тариф, который не потянет человек. Да, будет все идеально. Будут идеально убирать и с порошком мыть подъезд. Но тариф на эту услугу будет таким, что жители не смогут. Здесь очень важно найти баланс между предоставлением качественной услуги и тарифом, который человек может сегодня заплатить за эту услугу. А вы можете поделиться каким-то, вот если у вас есть наметки, реформирование, что вы собираетесь делать, чтобы баланс соблюсти, но дать людям, вот вы сказали, что люди ничего не должны почувствовать, но в этом-то смысле они улучшение-то почувствуют. Обязательно. Мы должны сегодня взять на себя, прежде всего, роль паровоза. Роль паровоза в реформировании жилищно-коммунального хозяйства. Почему роль паровоза? Потому что не все от нас, к сожалению, зависит. Есть те нормативные документы, которые то вступают в силу, потом их приостанавливают, потом хотят отсрочить. Я имею в виду те законы про управляющие компании и так далее. И мы сегодня должны что сделать? Мы должны, прежде всего, предоставить качественную услугу, то, за что мы отвечаем, отвечают, то бишь, наши коммунальные предприятия. Это услуга водоснабжения, это услуга теплопостачания, это вывоз мусора. Мы должны сделать так, чтобы был свет в подъезде. Мы должны сделать так, чтобы были организованы ремонты в подъездах. И не только входные группы, но и в целом подъездах, чтобы были ухоженные, чистые, с хорошим ремонтом. Но в то же время мы должны понимать, что, ну, во-первых, ремонт ремонту рознь. Во-вторых, мы должны понимать, что за какие деньги мы делаем этот ремонт, чтобы это не было баснословной суммы для городского бюджета. И мы должны пойти во внутридомовые пространства. Мы должны создать для людей локацию, чтобы они, выходя из подъезда, чувствовали себя комфортно. Чтобы они садились в общественный транспорт, чувствовали себя комфортно. И мы должны сделать так, чтобы, приезжая в центральную часть города Харькова, они чувствовали себя вообще великолепно и действительно уважали и любили свой город. Если бы они не чувствовали разницы, было бы вообще идеально. Я скажу, но это, конечно... Но это нереально. Не я произнес слово «общественный транспорт». Николе уж вы затронули. Давайте поговорим и о нем. Я понимаю, что об этом, наверное, только программ 5 можно записать. Но если говорить вкратце о некой глобальной концепции общественного транспорта для Харькова, каким вы видите наш город? Ну, прежде всего, конечно, развитие метрополитена. Считаю, что достижения нас, как руководителя города Харькова, и прежде всего, действительно, то, что мы добились выделения кредитных средств на строительство метрополитена. И сегодня мы находимся на завершающей стадии определения победителя, кто будет строить метрополитен. К сожалению, к сожалению, локдаун, конечно, вмешался в наши планы. Мы хотели, чтобы начали строительство двух станций метрополитена Одесская и Державенская в том году. Но карантинные мероприятия внесли свои корректировки. В этом году начнем строительство метрополитеном. Ну, если, конечно, опять какие-то катаклизмы не будут, сейчас тяжело загадывать и говорить о чем-то, да. Конечно, развитие метрополитена это вопрос номер один. Обновление подвижного состава, полное обновление подвижного состава метрополитена, оно тоже входит в этот проект. Будут совершенно новые поезда иностранных производителей, будут проходные вагоны. Человек может зайти на станции в один вагон, пройти во время движения в другое место и выйти, но уже там в начале поезда или в хвосте, или в середине, в зависимости от того, как мы нужно. Второй момент, кроме метрополитена, это все-таки развитие электротранспорта. Мы сегодня вместе с европейскими банками закупаем троллейбусов с автономным входом, и для нас это очень большая программа, и мы запустили уже часть маршрутов и по Северной Салтовке, и по селу Гжихарь. На подходе у нас Пятихатки, мы тоже будем запускать туда троллейбусные маршруты и другие троллейбусные маршруты. Почему говорю другие? Потому что очень много харьковчан сегодня дает свои предложения, и мы видим, что если раньше мы планировали запустить там по одному маршруту, по одному направлению, то сегодня мы видим то, что потребность горожан сегодня имеется и в других маршрутах. Когда люди увидели, что можно пускать троллейбусы с автономным запасом хода, то сразу к нам начали поступать предложения, и мы мониторим эти предложения, и, конечно, корректируем, сама жизнь корректирует нас для того, чтобы мы запускали эти маршруты и в другие направления, и в другие уголки города Харькова. И это правильно, это очень здорово. Это как раз та связь, которая должна быть между людьми, которые руководят городом, и горожанами, иначе это невозможно. Второй очень большой проект — это трамвай. Трамвай очень дорого купить. Большая цена трамвая сегодня. Те трамваи, которые выпускаются за границы, а они сегодня являются действительно комфортными, удобными для перевозки людей, они низкопольные, они отвечают всем требованиям. Купить их нереально за средства городского бюджета. Кредиты, да, дают, но дают, если вы заметили, на троллейбусы, потому что они значительно дешевле. Троллейбусы. А трамвай купить дорого. И вот мы в свое время обсуждали этот вопрос с Александром Ярославским. Я помню, когда мы обсуждали Инна Диадольфович, я, Александр Ярославский, и мы договаривались о том, что давайте-ка возьмем полную емкость Украины по трамваям. Рынок колоссальный. Никто из городов купить трамвай не может, но за исключением Винницы, потому что там узкая колея, да, и Львова. А все, вся Восточная Украина, Киев, там же широкая колея. И купить трамвай нереально. Те попытки, которые были, купить чешские трамваи, здесь переоборудовать, ну, они носили локальный характер и не всегда действительно достигали результата. Нам же нужно достигнуть результата. Мы проанализировали все. И сегодня на базе Экополис ХТЗ организовывается предприятие по выпуску Харьковского трамвая. А наша обязанность сегодня, и мы так договорились, взять и купить эти трамваи. Но эти трамваи будут стоить для нас совершенно других денег. Это будет Харьковский производитель, это будут новые технологии, зарубежные технологии, мы не скрываем это. Инвестор, который вложил деньги и вкладывает деньги в производство, рабочие места, техническое обслуживание и новые трамваи для города Харькова. Это же здорово. Поэтому мы договорились, сегодня этот проект в запуске, и мы работаем каждый день. И первыми, конечно, город Харьков получит все эти трамваи. А когда мы закупим все трамваи, уже другие города стоят в очереди и тоже будут покупать эти трамваи. Ну а технической составляющей больше. Я спрашивал и о удобстве. В том числе есть системы единого билета, которая работает в главных городах. У нас он пока не работает. Есть частники, которые вообще, насколько я понимаю, в абсолютно диком поле существуют. Нал, билет-то редко когда удается взять. Наведем порядок в этом. Здесь есть узкое место. Узкое место заключается в том, что на сегодняшний день частникам не очень выгодно перевозить. Цены мы не поднимаем на перевозки. И категорическая моя позиция не поднимает цены на перевозки. Мы много раз обсуждали с Геннадием Адольфовичем о перевозках льготного контингента. И, конечно, этот вопрос архисложный. Но и в бюджете этого года, и в последующих бюджетах я решил этот вопрос. И сегодня все льготчики ездят бесплатно. Это пенсионеры, это дети войны, чернобыльцы, те, которые имеют право на льготы. Мы всех сохранили. Могу вам сказать, не каждый город идет на такое. Почему? Потому что это возможности городского бюджета, это возможности переговорного процесса с перевозчиками. Потому что есть частные перевозчики, которые осуществляют маршруты. Поэтому это предмет наших договоренностей. Нелегких, могу вам сказать, договоренностей. Но, тем не менее, сегодня это удается. И сегодня все люди, которые имеют право на льготу, мы сохранили полностью, для того, чтобы они могли передвигаться по городу Харькова бесплатно. Вот это кухня. Кухня, где готовят еду для наших обезьян. Проходим. Не каждый ресторан, да, может похвастаться такой кухней. Еда. Тропический ресторан. Да. Вот видите. Можно я в холодильник зарезу? Вот идите сюда. Смотрите. Вот это коктейли специальные, которые готовят для наших обезьян. Откуда вы все знаете? Я проездил, вы знаете, сколько зоопарков? Да, это не к вашему приезду. Борщ. Не, не борщ. Это у нас компот. Да, мы понимаем, что его качали. Компотик. Вы проехали кучу зоопарков. Конечно. То есть вы смотрели идеи, которые можно взять на нашу почву, что называется, пересадить. Нельзя просто взять и перенести. Да, мы принимали самое лучшее. Ну, но, но, все здесь сделано. Начинается с этого аэрационных фонарей, вытяжек, отопления. Все это сделано именно по нашим проектам. Все это сделано нами. Посмотрите, как наши обезьянки живут. Да это же орангутан. Да, конечно. Их два у нас, да, когда и придут еще. И вот там еще кто-то, по-моему, разбудили. Ну, ничего, ничего. Это уже адаптировали у нас, этого не было нигде. Мы долго работали с многими проектантами, потому что, вы же видите, это то, что видимое. Там же еще зоны, те, которые невидимые, там, где живут наши прекрасные орангутанки, видите, там качаются они в этом. гамак у них стоит. Будем еще такие лианы делать из этих канатов, очень красивые. На самом деле, вот посмотрите, вообще, та система безопасности, которая есть, видите, сетки, которые там, они же, каждая арматура, это же все прописано, нельзя же делать, там, из другого диаметра, другой, там, толщины. именно так все должно быть. Когда нам давали орангутангов, приезжают ЕАЗы, независимые эксперты, которые вымеряют каждый квадратный метр. Хватает ли квадратуры для того, чтобы нам дать этих обезьян? Все здесь сделано по самым жестким требованиям ЕАЗ. Нельзя просто купить, надо заслужить право, чтобы они здесь жили. Конечно. И мы не покупаем, нам дают. Это обмена, обмен животными, потому что купить легко, но это другие животные. Эти животные, они же каждый там имеет свой сертификат, имеет свой паспорт, они пересекли закон на границу, мы их будем разводить, мы тоже будем в свое время делиться и передавать другим зоопаркам. Вот, поэтому все требования, которые, это жесточайшие требования, и мы здесь все выполняем. Каждое стекло, это триплекс стекло, мы искали такое стекло, почему? Потому что его невозможно поцарапать, чтобы оно не царапалось. Это все очень... Есть такие нюансы, вот он смотрит, есть такие нюансы, которые очень важны. У вас домашние животные есть? Да, попугай. А когда откроют это все? Как? 23 августа откроют. Точно? Точно. Ловим на слое. Меня уже столько раз ловили на слое. Вопрос об увековечении памяти Геннадия Кернеса, вопрос, которым вы занимались даже до того, насколько я понимаю, как это было официально на вас возложено, как на секретаря горсовета. На ваш взгляд, сбалансированный, разумный, правильный вариант увековечения как должен выглядеть? Безусловно, мне очень тяжело говорить об этом. Тяжело, потому что ушел из жизни человек, который для многих из нас был очень близким человеком и очень большую роль сыграл в жизни многих его друзей, но, безусловно, своей семьи, жены, детей. Могу вам сказать, что та команда, которая была сформирована Геннадием Дольфовичем, она самая сильная, которая есть вообще в Украине. Это без преувеличения. Эти люди, они прошли с ним очень многое. И взлеты, и падения, и когда было тяжело, и когда обыска были, и когда нас склоняли ХНР делать, и когда мы дрались, и когда мы не позволили сделать ХНР, не позволили провести сессию в Харьковском гурсовете. И я помню митинг на площади, когда Инна Дедовича вызывали на допрос в генеральную прокуратуру, и все думали, что он уже оттуда не вернется, я помню 100-тысячный митинг на площади, и когда мы флаг Украины здесь развернули самый большой. Это все было. Сегодня очень тяжело, очень тяжело, конечно, всем воспринять потерю этого легендарного человека. Эмоции, конечно, захлестывают, и когда мы узнали о смерти и привезли тело, я встречал самолет, был я, семья, больше никого, так мы договаривались, и знаете, был такой комок, потом похороны, все это нужно еще пропустить через себя. Вы знаете, я вам расскажу одну историю, которая случилась к тому, что будет сделано первым, вы поймете, и поймете меня прежде всего. Я очень долго, вы правильно сказали, немножко неправильно сформулировали, но правильно сказали о том, что я являлся руководителем топонимической комиссии, являюсь, и я являюсь сегодня тем человеком, который возглавляет комиссию, которая дает представление на сессию городского совета по почетным гражданам города Харькова. На протяжении двух последних лет я уговаривал Геннадия Дольфовича стать почетным гражданином города Харькова. Было масса писем от общественных организаций, которые просили рассмотреть этот вопрос, и чтобы Геннадия Дольфовича присвоить звание почетного гражданина города Харькова. А вы знаете, что каждый год 23 августа в день города вручается это почетное звание. На протяжении двух лет, когда подаются заявки, я ему всегда говорил, ну давай, уже пора, надо. надо. А он мне говорил, не, давай, потом, потом, потом. И вот я помню наш последний разговор, я даже помню, как это было. Я говорю, сегодня я провожу совет. Я включаю Кернеса Геннадия Дольфовича на просвоение почетного звания. он говорит, не смей. Я говорю, почему? Он говорит, еще не время. Я оборачиваюсь и говорю, почему еще не время? И тут вы знаете, вот сейчас я много раз вспоминаю эту ситуацию, он мне говорит, придет время, ты мне дашь это звание. И вот сейчас его нет. Я вам хочу сказать, что да, я внесу коррективы, потому что так есть регламентирующие документы, что сегодня посмертно нельзя присваивать. Я внесу коррективы. В этом исключительном случае мы обязаны будем ему, человеку, который сделал столько для города Харькова, присвоить посмертно звание почетного гражданина города Харькова. Это мой святой долг перед ним и перед харьковчанами. Все остальное подлежит обсуждению. Много разных предложений, начиная от проспектов, улиц, станций, метро, памятника. Поэтому будем думать, будем анализировать с холодным рассудком, невзирая на эмоции и советоваться с и почетными гражданами, и с людьми, и с экономической комиссией, с историками. Настанет время, мы все сделаем. Но то, что касается присвоения почетного гражданина города Харькова, это я сделаю. Мы один из зоопарков, который будет еще и разводить слонов, обмениваться, а нам будут давать других живот. Для нас это очень интересный такой проект. И ездил с архитекторами в зоопарке, мы смотрели действительно самое лучшее. Но нельзя взять и четко перенести. То есть мы постоянно добавляли свое, исходя из и климатических условий, потому что это разное, и исходя из архитектуры самого зоопарка. Нельзя же тупо взять и повторить чей-то зоопарк. Мало того, что это не интересно, это нереально. Поэтому мы привносили все свое, брав самое лучшее из других зоопарков. Это мы сейчас в крытый идем? Мы сейчас зайдем в крытый слоновник. вам покажу издали бегемотник. Здесь 16 гектаров. Все 16 гектаров, чтобы обойти, но это целый день. Я думаю, что люди, когда будут приходить, они попадают в сказку. Не каждый может поехать в саванну, не каждый может поехать еще в какую-то страну. А здесь собраны животные со всего мира. Вот это старый слоновник. Вы видите, какой был старый? Помните, жирафа не стало после строительства, когда с ума не сошла, кран выше ее? Вот этот слоновник крытый и тот, который у нас будет. Это мы сносим все. Кроме того, мы здесь делаем совершенно уникальные насаждения по садям. Каждая локация будет дополнена еще уникальными растениями, которые соответствуют климатическим условиям, но и то самое продолжение сада, о котором вы говорили в начале нашей слоновой прогулки. Мне кажется, что визуально стало больше простора и начинаю волноваться за количество животных. Куда они все подевались? Нет, у нас сегодня на передержке животные. Вот это бегемотник, который мы строим. Вы видите, какой он. Бачкообразный. Бегемот. Если не жалко обувь. Жалко, но пойдем. Жалко, ну давайте пройдем все-таки. Здесь такое озеро, здесь бегемотник, вход будет с той стороны, а там уже идет Клочковский. эффектно, красиво. Вопрос все равно насколько это нам по карману. Ну, по карману. Пока что по карману. По карману. Это зимний установник. Вот вы видите все коммуникации, вот декораторы работают. Здравствуйте. 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 Интересные декорации. Видите, какие дела? Расписывайся, да? Да, конечно. Видите, конечно. Есть, конечно, такое же не распишешь просто. А то потом подумаешь, что фото... Нет, нет, нет. Все это, да, всюду здесь коммуникации, что вы видите, какие идут коммуникации. Люди будут находиться вот здесь. Здесь такое стекло и люди будут находиться. Но сейчас мы можем вас пригласить сюда. Здесь будут находиться слоны. Пахнет свежим ремонтом, выглядит все волшебно, слонов пока нет. Слон, видимо, где-то там... Ну, слоны пока еще в старом. Здесь будет, конечно, полгорода. Вот каждый летний день тут будет реально полгорода. и зимний тоже. И зимний тоже, наверное, да. Здесь можно ходить еще день. Я могу показывать, но надо же работать. У каждого зоопарка есть те животные, которые считаются культовыми, которые они, как говорят, производят и дают другие зоопарки. А из других зоопарков получают, соответственно, другие животные. Обмен. Да, обмен. Самые тяжелые экземпляры это жирафы. У нас есть договоренности в Кёльне нас ждет два жирафа. Самый тяжелый считается вообще белый медведь. Как ни странно, белые медведи. Потому что они есть у русских, есть еще в нескольких странах, но белый медведь считается одним из самых культовых, но из самых тяжелых для получения. Очень много требований надо, чтобы получить белый медведь. Их очень мало. Но почему это культовый журнал? Потому что самое большое количество посетителей идет на панды. Но панды это нереально. И второй белый медведь. Вот это Австралия. Да. Заходим сюда. Я пытаюсь вспомнить, как они называются. Мармазетки. И вот эти наши. Видите? Так что такой зоопарк строил. Отлично. Пошли. Самое громкое ваше кадровое решение на данный момент это увольнение начальника харьковских тепловых сетей. Будет ли проведен аудит коммунальных предприятий? Будут ли выводы по итогам их деятельности? Напомню, что много коммунальных предприятий либо показывают минимальную прибыль, либо вообще по сути являются убыточным, что вызывает опять же массу вопросов. Знаете, во всем мире есть прибыльные коммунальные предприятия, а есть планово убыточные коммунальные предприятия. Харьковский городской электротранспорт, как бы мы хотели или не хотели, всегда будет планово убыточный. И мы будем его датировать. Не против датировать и харьковские тепловые сети? Абсолютно не против. И харьковский водоканал тоже не против датировать. Но в пределах разумного харьковские тепловые сети превратились в черную дыру бюджета. Кто может такое выдержать? Какой бюджет может это выдержать? Кто может это потерпеть? Поэтому мной было принято решение расстаться с руководителем харьковских тепловых сетей, который проработал да, действительно много лет. Да, он являлся в свое время грамотным специалистом, хорошим человеком, я с ним сохраняю нормальные добрые отношения, но это не дает права не выполнять свои функциональные обязанности. Это не дает права не давать тепло в дома харьковчан. Это не дает права перерыть половину города Харькова. За это должна наступать ответственность. Поэтому туда приходят грамотные менеджеры, кризис-менеджеры, которые по моему требованию выведут харьковские тепловые сети из постоянных убытков. Я не говорю, что это должно быть прибыльное предприятие. Почему? Потому что есть разница в тарифах, есть потери тепла, есть работа повседневная, которая должна быть. И я понимаю, что это предприятие может быть неприбыльным, но это не может быть черной дырой. Это не может быть предприятие, которое постоянно требует к себе внимания, работы, работы по запуску тепла. 24 часа в сутки нельзя заниматься только этим предприятием, причем все вместе взятым. Поэтому будет новый кризис-менеджер, будет новый менеджмент в этом предприятии. Мы туда выделяли и выделяем и будем выделять и в бюджете этого года больше чем 400 миллионов предусмотрено на перекладке сети. Мировой банк выделяет средства на перекладке сети, поэтому мы этому предприятию уделяем колоссальнейшее внимание. Это стратегическое предприятие для города Харьков. Мы должны получать горячую воду, мы должны получать тепло и это должно быть как догма во всех домах города Харьков. И те разрытия, я понимаю, что теплотрассы рвутся, водопровод тоже рвется. Почему? Потому что большой износ сетей, и за границей такое происходит. В куда как более развитых, экономически развитых странах такое происходит. И я сам в Барселоне наблюдал, как работают коммунальные службы, час стоял, смотрел, как же они организовывают это. И вот я хочу, чтобы у нас было так организовано. Я хочу, чтобы после того, когда было сделано разрытие, устранен дефект, был наведен идеальный порядок, идеальное благоустройство, чтобы человек, глядя на это, не понимал, где было это разрытие. Поэтому требования такие, и они будут выполняться. Нравится это кому-то или не нравится. Есть ли кандидаты, кто следующий из руководителей предприятий, к кому возникли все вопросы? Знаете, в чем делать? Те люди, которые не будут выполнять требования харьковчан, которые будут безалаберно относиться к выполнению своих функциональных обязанностей, те руководители, которые не пользуются доверием у харьковчан, да, они будут освобождены от своих должностей. Потому что неприкасаемых же нет. На самом деле у меня один критерий. Выполняй хорошо свою работу, оказывай качественные услуги харьковчанам и будь честным человеком. Все. И профессионалом, что самое главное, но это первое. Благодарю вас за то, что нашли сегодня возможность встретиться со мной и с нашими зрителями. Мы провели превосходную экскурсию по зоопарку и поговорили о том... Вам понравилось? Безумно. Жду открытия. И поговорили о том, что волнует не меньше. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. До следующих встреч. Всего доброго. Всего доброго.